Десятки сельских школьников приняли решение поработать в каникулы. Программа временного трудоустройства несовершеннолетних позволяет приобщиться к общественно полезному труду и заработать первые деньги. Всего два часа в день. С соблюдением всех санитарных требований, работа на свежем воздухе – двойная польза. Ученики 28-й школы Станицы Вознесенской в этот день продолжили ухаживать за памятниками. Работаю уже пять дней и мне очень приятно самой работать, усовершенствовать нашу школу, наши памятники. Мы убираемся возле стел различных, возле тех мест, где проводятся мероприятия. Это памятник учителям, которые работали в нашей школе и погибли во время Великой Отечественной войны. Работа по силам, уничтожение сорняков, рыхление, словом наведение, порядка на клумбах. Кстати, ранее школьники высадили 75 кустов роз в честь юбилея Победы. Теперь трудовая бригада ухаживает за цветами. Ну и материальная сторона, безусловно, важна. Школьники смогут распорядиться заработанными по своему усмотрению. Я здесь работаю уже не первый год и за это время, которое я здесь работаю, я получаю поддержку от материального центра занятости и от нашей школы. Мои родители гордятся тем, что я сам зарабатываю деньги и сам уже могу определиться, куда я могу их потратить. Два источника – спонсорская помощь и материальная поддержка центра занятости населения. В этом году агрофирма «Прогресс» выступила социальным партнером трех сельских школ – Вознесенская, Владимирская и в хуторе Соколихин. Основа работы школы состоит на трех основополагающих. Это духовно-нравственное воспитание, военно-патриотическое воспитание и, естественно, трудовое воспитание. В летний период наши ребята обычно проходят практику на территории школы, но в связи со сложившейся пандемией в этом году этого нет. Мы очень рады, что у нас временное трудоустройство несовершеннолетних на территории нашей школы проходит. Мы трудоустроили 10 ребят. Это летняя занятость, это привитие к труду. И хочется выразить большую благодарность Александру Владимировичу Нежинцу, руководителю агрофирмы «Прогресс», который ежегодно спонсирует нас. Руководитель агрофирмы помощь оказывает не первый год, находит и время, и средства, чтобы поддержать подрастающее поколение. Во-первых, я педагог. Во-вторых, я был директором школы. И когда мне сегодня говорят, что надо помочь учащимся, которые будут помогать в ремонте школы, я понимаю, что это важно. И снова в казачью школу. Ребята практически закончили прополку розария, становится жарко, и им предстоит поработать в тени. Вместе с ними трудится и педколлектив, так что ученики видят своих учителей не только с указкой. В эти дни у нас работают на территории школы не только сотрудники школы, но и наши педагоги, что является достойным и примером для наших подрастающих казачат. Мы любим свою школу, и поэтому приводим совместно ее в порядок. Людмила Никонова, телекомпания «ЛАБА». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова